МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Квартирный вопрос. Жилищные перспективы жителей Чуваши обсудили члены правительства. Лидеры России в Поволжье начался отбор финалистов всероссийского конкурса. Захваты, броски, перевороты названы победителем турнира по вольной борьбе на призы Героя России Николая Гаврилова. Жилье для всех и каждого сегодня на еженедельной планерке у главы Чуваши Михаила Гнатьева говорили о том, как идет работа по оказанию государственной поддержки различным категориям граждан в обеспечении жильем. В этом году 562 молодые семьи в Чувашии улучшили свои жилищные условия. На эти цели выделено более 400 миллионов рублей. Кроме этого, 106 миллионов рублей выделено на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам молодым семьям, учителям и медработникам. Всего государственную поддержку получат более 3000 семей. 87 ветеранов и вдов Великой Отечественной войны теперь тоже живут в собственных стенах. На особом контроле обеспечение жильем детей-сирот. На эти цели выделено 162 миллиона рублей. В текущем году строятся и приобретаются жилые помещения для 176 детей-сирот. На сегодняшний день завершено строительство и приобретено 140 жилых помещений. Целевой индикатор предусмотренного соглашения с республикой выполнен. Глава Чуваши обратил внимание на необходимость эффективного использования бюджетных средств, обеспечения постоянного контроля за своевременностью исполнения заключенных муниципальных контрактов. 49 миллиардов рублей будет выделено в ближайшие два года из федерального бюджета на еще одну социально значимую инициативу. Обустройство новых мест в ясельных группах детских садов для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Согласно программе, к 2019 году доступность дошкольного образования должна быть выполнена на 100%. Об этом сказал президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. На совещании также обсудили итоги участия чувашской делегации в международной выставке форума «Экотех-2017». В год экологии было сделано немало. Чего стоит один полигон по переработке отходов? Его признали лучшей инвестиционной практикой в стране. Все те три проекта, которые мы реализовали, конечно, там они имеют определенную стоимость, но они востребованы регионами Российской Федерации, соответственно, и ко мне подходили. Это реконструкция биологических очистных сооружений, это водоканал, соответственно, и полигон твердых бытовых отходов. Ну и в-третьих, наша задача заключается в том, чтобы мы научили, а люди научились собирать раздельно твердые бытовые коммунальные отходы. Тут нельзя нам снижать темпы, дальше нужно все это популяризировать и добиваться еще лучших успехов. Банковские продукты станут еще доступнее для регионов. Перспективы развития финансово-кредитной системы обсудили сегодня начальник Волговятского управления Центробанка и глава Чувашей. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Конец каждого года для Центрального банка время сверять часы. Регулятор системы продолжает оценивать экономическую обстановку в регионах. Конечно, вклад у регионов разный в общий показатель инфляции, но понимаем, что определяет все-таки сдвиги, которые вблизи целей по инфляции и, собственно говоря, на чем и основано наше сегодняшнее решение. То есть региональному анализу придается очень большое значение. Выверенная финансовая кредитная политика – инструмент стабилизации экономики. Займы становятся более доступными. На дальнейший спрос должно повлиять снижение ключевой ставки Центробанка. Как на потребительском рынке идет кредитование частных лиц, юридических лиц. И я посмотрел еще раз цифры. Кредиты, допустим, которые выделяются юридическим и физическим лицам у нас растут. Физлица 110,5% оформили. Соответственно, юридические лица 103,7%. В банках продолжает расти и количество вкладов. Динамика позитивная. Почти 105% – это тоже огромное доверие банковской системе. На встрече в Доме правительства обсудили и перспективы работы в следующем году. Лариса Павлова отмечает, что с Республикой у Центробанка выстроено конструктивное взаимодействие. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Серьезное ДТП произошло в эти выходные в Нижегородской области. 16 декабря недалеко от города Кстова столкнулись пассажирский автобус Москва-Чебоксары и Большегруз. По предварительной информации, МАЗ выехал на встречную полосу и произошло столкновение. Водитель грузовика погиб на месте. Всего пострадало 27 человек. 8 госпитализировано, 5 находятся в медицинских организациях Нижнего Новгорода. 23 человека пострадали из Чувашской республики. К сожалению, они добирались Нижегородской области по путным транспортам. И потом они уже, приехав сюда, на территорию Чувашской республики, обращались в наши лечебные учреждения. Есть пострадавшие из Чебоксарского района, Новочебоксарского, в основном город Чебоксары, Новочебоксарск. Мы находимся на связи с коллегами Нижегородской области, Семашка и города Кстова. При стабилизации, когда они нам дадут разрешение, мы их через санитарную авиацию привезем к нашему лечебному учреждению. Ситуация находится на особом контроле правительства республики и Минздрава Чувашии. Наработает телефон горячей линии 26 14 14. После того, как в одном из лесничеств Порецкого района обнаружили трупы двух кабанов и у них подтвердили вирус африканской чумы свиней, в районе с 15 декабря объявили карантин. Но для паники причин нет. Инфицированных животных обнаружили далеко от населенных пунктов. Сейчас делается все, чтобы загасить инфекционный очаг и предотвратить распространение возбудителя болезни африканской чумы свиней на территории республики. Для проведения профилактических противоэпизотических мероприятий в резерве имеются все необходимые дезинфицирующие материально-технические средства. Пока никаких таких изъятий, как в прошлый раз, происходить не будет. Здесь нет необходимости. Просто надо соблюдать те требования. Для человека это заболевание не опасно, но вот экономике может нанести серьезный урон. Борисским районам будут сейчас проведены своды граждан в каждом населенном пункте рядом, для того, чтобы вот это напряжение снять. Со всеми соседними регионами работу провели. Сначала тоже, так как информации не хватало, они отказывались принимать продукцию Чувашской республики в некоторых регионах Мариэл, допустим. На сегодняшний день все эти вопросы сняты, никаких проблем нет. Лидеры нового поколения. В Поволжье начался отбор финалистов всероссийского конкурса «Лидеры России». От Чувашии в Нижний Новгород отправились 19 управленцев. Конкуренция высокая, 70 человек на место. Это только на первом этапе. Теперь с 2700 полуфиналистов со всей страны в финал попадут только 300 человек. Здесь представители федеральных ведомств, руководители самого высшего звена. Сразу появилось ощущение «Боже, что я здесь делаю». И вправду вокруг одни мужчины в пиджаках, при галстуках, но вести переговоры, общаться с людьми разных рангов для надежды – дело привычное. Она и еще 18 руководители из Чувашии дошли до полуфинала конкурса. Среди них и исполняющая обязанности директора национальной телерадиокомпании Оксана Очкасова. Полуфинал Приволжского округа разделили на две части. 150 управленцев в Самаре, столько же в Нижнем Новгороде. Убежден, что и на этих двух площадках, как и на всех остальных площадках, на которых полуфинал и финал пройдет в стране, будут и будущие министры, будут и будущие губернаторы, будут будущие руководители корпорации. Самое главное, что это неравнодушные профессиональные люди. Соперники увиделись впервые. На предыдущих этапах управленцы выполняли тесты заочно. На знания истории, географии оценивались их личностные качества. На одном из этапов поставили вопрос, что вы хотите получить от этого конкурса. Вот оно и основной результат. Проверить себя, свои возможности. Возможности конкурс открывает чуть ли не безграничные. Его еще называют социальным лифтом. Сотни лучших лидеров России получат по миллиону рублей на дальнейшее обучение и на год наставника из числа лучших управленцев страны. Безусловно, у коллег и надеюсь, что у меня достаточно большие шансы пройти дальше. Мы, как прирожденные лидеры, все хотим победы. А пока цель – войти в топ-300 по стране. Полуфиналы проходят по федеральным округам. Условия, задания и критерии оценок у всех одинаковые. Поэтому они засекречены и рассказывать об испытаниях участникам запрещено. Будут оценочные мероприятия, которые должны выявить лидерские качества. Их определенный перечень определен. Это стратегическое мышление, умение работать в команде. Это такой важный фактор, как служение. Это нацеленность на результат. Начинаются тесты, которые все больше похожи на реальную жизнь. Я бы сказал так. Обстановка максимально приближена к боевикам. Она будет еще более приближена на финале. Но даже те, кто не пройдет дальше, готовы записать в кадровый резерв страны. Поддерживать мы будем очень простым способом. Как только сейчас полуфинал закончится, мы поймем, кто остался в распоряжении регионов. Мы очень плотно займемся работой с этими людьми. При поддержке Владимира Путина действует целая программа «Россия – страна возможностей», по которой отбор талантливых людей идет во всех возрастных группах. От школьников и студентов до состоявшихся топ-менеджеров. Учитываются и программы, такие известные, как, например, WorldSkills, Обилимпикс. Им, кстати, посвятили отдельный круглый стол. То, что за последнее время вопросы подготовки кадров, воспитания кадров страны, мы называем это красивым словом «лидеры», это очень важно. И это действительно не пустые флаги, а мы говорим о будущем страны. Эти проекты станут традиционными. Лидеры в России организаторы планируют выявлять и в следующем году. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика, из Нижнего Новгорода. Стабилизация финансового положения Чебоксарского троллейбусного управления – первостепенная задача для республиканских и столичных властей. Уже принят ряд мер по оздоровлению предприятия. Из бюджета выделили более 40 миллионов на погашение задолженности за электроэнергию. Проведена инвентаризация непрофильных активов, оптимизация всего производственного процесса. Самый востребованный и социально значимый транспорт должен быть всегда на ходу. Это понимают все заинтересованные стороны. Введение безналичного расчета в начале этого года помогло коллективу предупредить ввод денег налево. Еще одна вынужденная мера – корректировка стоимости проезда на 1 рубль. Теперь через карту ИТК она составится 14 рублей, что соответствует цене 2015 года. Стоимость проезда за наличный расчет – 18 рублей. По-прежнему самым выгодным остается приобретение единого проездного. На сегодня пассажиру, который приобретает проездной билет и пользуется им в течение месяца, стоимость уходится меньше 9 рублей. Стоимость проезда в троллейбусах в Чебоксарах была одной из самых низких ПФО. Теперь мы сравнялись с Йошкаралой. В Уфе 20 рублей, в Казани 25. Когда администрацию города упрекают в беспрецедентном, чуть ли не спекулятивном подъеме цены проезда до 18 рублей, это несправедливо. Потому что существует безналичная цена – 14 рублей. Это во-первых. А во-вторых, реальная экономически обоснованная стоимость проезда гораздо выше. В результате этих мер троллейбусники планируют увеличить ежемесячный доход до 4,5 миллионов рублей. Это позволит сократить долги предприятия, а значит, не допустить перебоев в транспортном сообщении. Еще одна мера – объединение 14 и 16 маршрутов. Новый будет следовать от остановки университет до остановки Маштехникум с 20 января. Как молодой семье с детьми приобрести квартиру? Если вам нет 35 и у вас стабильный заработок, то вы можете участвовать в федеральной программе «Обеспечить жилье молодых семей» и в ближайшем будущем отметить новоселье. Наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Ласточкиных, которые получили 995 тысяч рублей в рамках этой программы. В семье новоселов 5 человек, поэтому покупать надо было как минимум трехкомнатную квартиру. Господдержке добавили собственные средства и приобрели жилье на вторичном рынке. Понятно, что надо делать ремонт, но главу семьи это не пугает. Для себя делаем. К лету Александр Ласточкин уже пригласил нас на новоселье. Ну все. Полностью электрику, полностью сантехнику, полностью отопление. Ну все окна, все двери. Ну все. Капитальный ремонт. Не пугает вас? А что, для чего бояться? Надо делать все. Супруга Александра, Ольга, рассказывает. Об этой программе знали давно, но боялись не рассчитать силы. И только с рождением третьего ребенка убедились, что есть все шансы приобрести жилье с помощью государственных средств. Долго искали, потому что нужно было именно квартиру покупать, чтобы было удобно ездить в школы, в садики. Во-первых, огромная благодарность, счастье, радость. Если бы эти деньги нам не выделили, то нам было бы очень трудно. И наверняка мы в скором времени не смогли бы взять такую квартиру. В 2017 году в Ленинском районе столицы выдано 21 свидетельство о праве на приобретение или строительство жилья в рамках подпрограммы «Молодая семья». Есть несколько условий, чтобы претендовать на финансирование. Условия есть по участию в программе. Возраст супруга и супруги не должен превышать 35 лет. Должен быть у них стабильный постоянный заработок. Сюда входят также и стипендии по инвалидности, по уходу за ребенком и так далее. Так, ну и третье. Семья должна числиться как нуждающаяся. По условиям программы в новой квартире на каждого члена семьи должно быть не меньше 14,5 квадратных метров. Так, для семьи из пяти человек общая площадь должна быть не меньше 72 квадратных. Сейчас в Ленинском районе столицы республики в очереди на жилье стоят 2000 семей. Из них 962. Уже изъявили желание участвовать в программе в следующем году. Не бояться просто. Ежон слушают иногда. Татьяна Молокова, Татьяна Раяцкая, Расиль Мухаммедов, Республика. Танцуют всем непрофессиональные танцевальные коллективы Московского района соревновались друг с другом на конкурсе Стар Тинейджер 2017. Уже в 14-м по счету мы болели за всех сразу. Всем, кто на сцене, все прощается. Так звучит главная заповедь конкурса Стар Тинейджер. По сути, это соревнование между компаниями, это звание самое классное. Здесь каждый хочет доказать, что именно он и его команда лучшие в танце. Ну, кого перетанцуют, достанет звезду вечера. Сейчас мы это выясним. Народы России – тема конкурса этого года. Башкирские, татарские, удмуртские. Кому чей танец достанется, определяла жеребьевка. Участникам из Академии народного хозяйства попался танец Марийской Республики. Учиться было поначалу сложно, так как они больше работают ногами. И вот опыты очень сложные, ну, не давались поначалу. А что сложного в этом? Ну, непривычно было. Мы очень сильно постараемся победить. Визитка, домашнее задание, батл-команд, пар и капитанов. Танцоры сражались в пяти конкурсах. 120 участников, а это 12 танцевальных команд московского района, готовились целый месяц. Больше всех повезло всем, кому достался родной танец. Жюри будет оценивать костюмы, а также музыку, которую они подобрали, синхронность коллектива, ну и, конечно же, их улыбки. Самой лучшей команде достанется музыкальное оборудование. Спустя пять часов непрерывного марафона наметились лидеры. Золото среди профессиональных образовательных учреждений взяла команда Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Команда Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы стала лучшей среди образовательных организаций высшего образования. И гран-при конкурса достался танцорам Чувашского института культуры и искусств. Юлия Важенина, Арена Гавилиан, Республика. В Чебоксарах прошел всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя России Николая Гаврилова, уроженца нашей республики. Соревнования проходят в Чувашии в 13-й раз. Турнир на призы Героя России имеет статус мастерского. Здесь выступают будущие чемпионы мира и Европы. Сегодня на турнир в Чебоксарах приехали 130 спортсменов из 16 регионов России. Генерал-лейтенант Николай Гаврилов отметил, что для него весьма символично, что соревнования совпали со стартом предвыборной президентской кампании. Он очень рад, что Россия примет участие в зимней Олимпиаде. Правильное решение приняли все спортсмены, все государственные структуры. Мы решили участвовать в Олимпийских играх под Олимпийским флагом. Поднятие Олимпийского флага во время победы наших спортсменов, мне кажется, наоборот, возвысит. То есть наш спортсмен поднимет не только флаг одной страны, но и всех Олимпийских игр. Сразу после торжественной части начались финальные схватки во всех восьми весовых категориях. Борьба была весьма зрелищной. Спортсмены демонстрировали хорошую технику и силу воли. Звание мастера спорта России получили победители турнира. Адам Малаев один из них. Руслан Самарин из Чувашии сегодня стал серебряным призером. В финальном бою ему не удалось победить соперника из Татарстана в весовой категории до 74 килограмм. Не в первый раз все боремся, но он будет старше. Ну что, сделаем соревнования по мужикам. Чего не хватило? Ну, чуть-чуть функционалки и физически. Чуть-чуть не хватает физических сил. А в полном все хорошо. Серебро тоже труд. Это сила, бот. Много через что проходим. Травмы, не травмы там. Всего было разыграно 8 комплектов медалей. Спортсменам из Чувашии удалось завоевать 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Сразу после новостей вас ждет полезная информация. Мы с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова